Каждому по труду Цукерберг рассказал о своей зарплате. Угрожающая популярность Oculus Rift под прессингом недовольных пользователей. Клеймо Google. Производителям Android-устройств навязываются новые правила. Здравствуйте, вы смотрите программу ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. А начнем сегодня с того, что работа в Facebook не всегда прибыльна. У Стива Джобса можно было поучиться не только инновационному мышлению, пожалуй, стоит отдать должное его финансовой непритязательности. Видимо, так думал Марк Цукерберг, основатель Facebook, когда принял решение назначить себе заработную плату размером в 1 доллар. К слову большого оригинала, Марк себе таким образом не заработает. Аналогичными гонорарами могут похвастать основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Но не будем заблуждаться относительно уровня доходов этих людей. Цукерберг обладает солидной долей своей компании, что делает его, скажем так, совсем не бедным человеком. Однако год назад Цукерберг все же получил 653 тысячи долларов. Что именно вынудило SEO Facebook отказаться от таких денег в 2014-м, остается тайной. С другой стороны, состояние Марка оценивается в 27 миллиардов долларов. Частью богатства является 61% акций социальной сети, что позволяет ему оставаться полноправным хозяином своего детища. Увы, не у всех руководителей дела идут в таком же позитивном ключе. Основатель компании Oculus VR, занимающийся разработкой очков виртуальной реальности Oculus Rift, получил огромное количество угроз жизни и оскорблений. Связано такое поведение сетевых пользователей с переходом компании под юрисдикцию социальной сети Facebook. Сделка купли-продажи состоялась совсем недавно, и она, очевидно, многим не понравилась. Palmer Lucky, основатель фирмы, говорит о том, что ожидал негативной реакции, но не подозревал, что она окажется настолько резкой. Причем угрозы сыпались в адрес семьи работников Oculus. В ответ компания намерена делом доказать верность заявленным ранее принципам. Как бы то ни было, первая реакция на поглощение фирмы соцсетью была крайне негативной. Краудсорсинговые инвесторы начали требовать возврата своих пожертвований, а разработчик популярнейшей игры Minecraft заявил о прекращении работы над версией для очков. Самая популярная операционная система в мире делает очередной шаг на пути завоевания оставшихся в стороне пользователей. Отныне в список требований для производителей Android-устройств и использующих магазин Google Play добавилось еще одно условие — нанесение логотипа. Стоит включить или перезагрузить новые флагманские смартфоны Samsung и HTC, как на экране приветствия появится логотип Powered by Android. Работает на Android. Ресурс Geek.com сообщает, что данный атрибут отныне обязателен для всех производителей Android-девайсов. Такие обязательства будут прописаны в том же договоре, что регулирует использование магазина приложений Google Play и прочих сервисов поисковика. Существует даже инструкция, в которой оговариваются правила использования логотипа, то, как он должен выглядеть и как не должен. Этой участи, пожалуй, избегут телефоны Nokia, серия X или планшетники Amazon Kindle Fire. Оба производителя не работают с Google Play, так что могут себе позволить отсутствие логотипа. Всем остальным волей-неволей придется следовать новым требованиям. В завершении выпуска, как обычно, видеопозитив и сети. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» На сегодня все. Вы смотрели программу «Пронет». Все наши выпуски ищите также на сайте канала 24KZ и оставайтесь онлайн. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»